Привет всем, меня зовут Надежда Кулакова и сегодня будет домашний влог. Сегодня предстоит очень насыщенный на дела день, поэтому нужно вкусно позавтракать. Вам передает привет Пух. Ты думаешь, что тут что-то вкусное? Да ты тут ничего не будешь. Итак, сегодня я буду готовить завтрак из вот этих ингредиентов. Понадобятся яйца, хочу добавить кукурузу, помидорку, перец и еще творожный сыр. Можно было, конечно, моцареллу добавить, но ее нет, поэтому будет творожный сыр, раз уж он нашелся в холодильнике. И еще для того, чтобы добавить углеводов, я буду есть хлеб, но для начала нужно его будет подсушить в гриле. И еще для того, чтобы добавить кукурузу. Ну все, теперь можно завтракать. Еще сегодня разложила витамины по местам. Вот голубая таблетница у Артема. Обе таблетницы я покупала в Галамарте. Там вообще выбор большой. И расцветки тоже разные формы есть. Кстати, есть еще круглые. Я вот так их распределяю сразу на неделю, чтобы не забывать пить. Для того, чтобы остальные витаминки много места не занимали, я сразу вот подрезаю вот так вот, чтобы лишнего не хранить. Вот это, кстати, тоже уже пустая баночка. Вот это все выкидываю. Вот это на кухонный стол, чтобы перед глазами всегда было. И мы пили. Это обратно в шкаф. Знаю, что будут вопросы, как обычно, так бывает. Какие витамины мы пьем, ну или я пью. Я сразу скажу. Для того, чтобы определить, какие вам витамины нужны, вам нужно сходить к врачу и сдать анализы. А вот так спрашивать постороннего человека, которого вы не знаете. Мало ли он чем-то болеет, какой-то у него недостаток витаминов. Ведь не обязательно, что у вас то же самое. Не обязательно, что у вас именно вот этих витаминов не хватает. Поэтому не ориентируйтесь на то, что вам могут порекомендовать просто незнакомые девы и люди из интернета. Идите к врачу, сдавайте анализы. И тогда уже поймете, каких вам витаминов не хватает, что нужно делать. Вот мы с Тёмой сдали. И теперь знаем, что нам нужно пить. Ну что, сегодня ночью мы вернулись из отпуска. Вот я уже начала доставать вещи из сумки, рюкзака. Разобрала Тёмину косметичку. Вчера, естественно, сил вообще на это не было. Сейчас буду продолжать разбирать. Я не показывала вам, что беру с собой в отпуск. Просто не было желания всё это снимать. Но покажу. Давайте уже постфактум, что у меня было с собой. Тут у меня бутылочки с уходовой косметикой. Тут умывалка, которую я вам уже рекомендовала. Здесь вода мицеллярная, чтобы смывать макияж. Спойлер, она мне вообще не пригодилась. И тут две бутылочки с шампунем, которым мы почти не пользовались. Я даже не доливала, когда мы уезжали, потому что знала, что в отеле и так будет. Да, в отеле был и шампунь, и кондиционер, и вообще всё, что угодно. Это можно было не возить, ну кроме умывалки. Также я брала с собой несколько тканевых масок. Одна из них вернулась со мной и не успела использовать. Так, ну конечно же палочки, ватные диски, духи мои любимые. Так, бритва. Прям всё-всё-всё показываю. А вот, украла, можно сказать. Украла я из отеля, редко что-то с собой беру. Обычно же многие там все мыло, гели для душа забирают. Кто-то даже полотенце берёт, тапочки, халаты. Я ничего такого не беру. Вот мне понравился набор для шитья, то есть для ремонта одежды. Мало ли вдруг что-то порвётся, он такой экстренный, быстрый. И я забрала. Уж больно удобный формат. Но это всё как бы можно забирать, так что ничего страшного. Так, дальше. Ещё одна бритва, это Тёмина. Ватные диски почему-то так валяются. Ну ладно. Крабик. И всякая мелочёвка. Так, ладно. Там ничего интересного. Здесь у нас аптечка. Вот такую аптечку я покупала в Галамарте. По-моему, рублей за 100 или 150. Очень удобная. Мне понравилось. Сюда вот вмещается сколько нам нужно в отпуск вещей. Столько мы сюда и помещаем. Там всё от живота, головы. Ну, короче говоря, всё нужно. Даже зелёнка есть. Вот здесь я взяла косметику. И знаете, в очередной раз убедилась, что косметику в отпуск мне брать не надо. Я её там почти не пользуюсь. Ну ладно, крем с SPF. Это да, это я пользовалась каждый день. Зачем взяла тоналку, непонятно. Когда жарко, я вообще её не пользуюсь. Пользовалась из косметики я только двумя вещами. Тушью водостойкой и гелем для бровей. Всё. То есть зря... Так, не ругаемся. Не ругаемся. Там коты дерутся. Видимо, соскучились по нам. И решили концерты устраивать. Зачем взяла хайлайтер, всякие там консилеры, кисточки. Вообще непонятно. Я даже, знаете, я с собой даже те не взяла. Колечки здесь, которые я носила. Ну и всякая вот такая мелочёвка. Сразу скажу, вот реально не пригодилась почти ничего. Пользовалась вот тушь и гель. Всё. Самое сложное предстоит вот тут. Нам нужно разобрать два чемодана. Мы уезжали с одним, кстати. Так, по-моему, вот этим... Нет. Уезжали мы вот с этим зелёненьким. И потом уже там купили ещё один. Потому что я закупилась большим количеством вещей. Так как у нас в Ижавске, ну и в принципе в России нет некоторых магазинов, они от нас ушли. Вот я закупилась на славу. Взяла кое-что для дома, кое-что для себя, но в основном для дома. Конечно же, вам покажу, распакую. Ещё нужно где-то всё разрывать, вещи доставать. Мне кажется, после такого количества вещей... Тут ещё один чемодан с моей одеждой и с обувью. Мне кажется, после этого стиралка от нас просто уйдёт куда-нибудь и скажет, стирайте сами. Я с этим не справлюсь. Кстати, знаете, что я заметила? Вот мы купили свой чемодан, заплатив за него 6, что ли, тысяч или 6,5 фамилии. А за тот, который мы купили в отпуске, мы на пересчёте в рубли отдали 1700. Они выглядят одинаково. Вот представляете, как я сэкономила на чемодане. Хотя можно было, конечно, не покупать чемодан. Можно было купить какую-нибудь сумку, туда всё запихать и так перевезти. Но чемодан всё-таки удобнее. А вот ещё одна косметичка, которая с нами ездила. Я её покупала в Экспрессе. Тут у нас хранились деньги, паспорта. И я ещё сюда засунула очки и электронную книжку. Очень удобно. Он такой, знаете, многофункциональный, ещё и мягкий. Тут точно ничего не порвётся. И тут, по-моему, 3 отделения. Вот так. Очень удобно. Вот, кстати, книжка. Я очень рада, что в это путешествие мы купили ещё одну вот такую подушку для шеи. У нас была только одна. Такая вот из Фикс Прайса. По-моему, рублей за 300 я её покупала. Она внутри просто с шариками. В принципе, удобная, но вот эта мне даже нравится больше. Она как будто бы, знаете, вот с эффектом памяти. Видно вам, не видно? Но она и стоила почти в 2,5 раза дороже. Покупала в Ашане. Вот с этой путешествовал Артём. Я вот с этой. Их нужно, конечно же, постирать. Они сейчас уже все грязные. Вот эту, скорее всего, буду стирать руками. Потому что, мне кажется, она может где-нибудь надорваться. И эти шарики просто сломают внестиральную машинку. А вот эту, в принципе, можно и постирать так. Вот эту руками. Это будет в машинке. У каждой из подушек есть плюсы, есть минусы. Но вот эта менее такая эргономичная. Но зато у неё есть вот такие кнопочки. И благодаря вот этой кнопочке она хорошо сидит на шее. Её также можно просто за чемодан зацепить. И вот так вот путешествовать. Ну или можно, в принципе, карабинчик какой-то придумать. И обе подушки вот так носить. Это я уже придумала, когда мы возвращались в Ижевск. А у этой подушки вот здесь нету никакого крепления. Поэтому не очень удобно её носить. Но зато тут съёмный чехольчик. То есть можно снять и подушку отдельно постирать. Сидит, охраняет чемоданы, ждёт, когда откроют. Думает, что мы что-то ему привезли. Да, Пух? А мы ничего котам не привезли. Мы котам только себя привезли. Пока я занималась делами, приехала долгожданная посылка. Это подарок Артёму на 23 февраля. Я заказала для него массажную накидку от фирмы Хельст. Артём часто и много работает за компьютером. И, естественно, спина и поясница под конец дня очень устает. Думаю, что такой массажёр придётся весьма кстати. Ведь тут есть несколько видов массажа, в том числе вибромассаж с тремя степенями интенсивности. Также имеется подогрев, чтобы расслабить уставшие мышцы. Накидка выглядит стильно и идеально подошла к нашему компьютерному стулу. Думаю, что ею можно пользоваться даже на диване или в кресле. К качеству тоже нет претензий. Как видите, изготовлена отлично. Материалы приятные. И мне нравятся универсальные оттенки. Ведь я не люблю визуальный шум. Накидка надёжно крепится к стулу за счёт ленты с липучкой, а сбоку есть кармашек для пульта. Все надписи тут на русском, так что управление массажёром не вызывает затруднений. Приятно, что тут даже можно выбрать зоны массажа и пожелание уделить время спине, пояснице или плечам. А можно и всё сразу. Ну а теперь давайте скорее тестировать одно нажатие кнопки, и вот уже массажные ролики сразу пришли в движение. Знаете, как только я села на стул и почувствовала работу массажёра, я поняла, что это подарок для нас двоих. Настолько мне понравился массаж. Очень хорошо проминается спина и поясница. И это то, что мне нужно, так что этим чудом буду пользоваться и я. Ещё понравился вибромассаж в сидушке. Степень интенсивности тут можно регулировать. В комплекте с массажёром идёт инструкция, а также провод для авто. А это значит, что сеанс массажа можно провести и в машине, например, после долгой поездки. Думаю, что вы со мной согласитесь, подарок получился отличный, а главное полезный. Его можно подарить и на 8 марта, и на день рождения, да и на любой другой праздник. Давайте ссылку на это чудо я оставлю в описании под данным видео. Ты упаковываешься в сумку, собираешься уезжать. Пух. Еще кое-что странное, что я делаю после путешествия, хотя, может быть, так и другие делают. Вот, например, я забираю все комплекты неиспользованных столовых приборов. Там чай ещё, если был соль, перец, зубочистки. Вот что мы не использовали, я собрала в один пакетик, и это потом будет использоваться, когда мы, например, поедем за город, чтобы не брать с собой многоразовую посуду металлическую. Вот, можно взять такой пакетик. Также я взяла сливочное масло, которое мы не съели. Остались булочки. Одну я съела, вот остались три. Также нам на завтрак давали кексы какие-то, я так понимаю, лимонные тоже забрала. Не знаю, будем есть, не будем. Кусочек сыра тоже забрала. Вот, скажите, вы когда летите куда-нибудь в отпуск или там в поездку, вы забираете с собой что-то вот такое? Может быть, из отеля что-то забираете? Может быть, забираете что-то из самолёта? Напишите, пожалуйста, в комментариях, а то я как-то странно себя чувствую. Например, ещё я забрала из отеля чай, очень вкусный. Я такой пила, нам его пополняли каждый день, так что это бесплатно. Вот я взяла несколько видов. Вот этот чёрный я пила, зелёный, очень вкусный. Это протеин, это тёмин. Он возил с собой несколько пакетиков, кое-какие не использовал, тоже вернулись с нами. Орехи мы не доели, по дороге тоже с нами не вернулись. То есть из России съездили за границу и вернулись обратно. Ещё я забрала сахар, и знаете, я его вот так не храню, я его сразу пересыпаю в сахарницу. Даже если, например, мы в кафе ходим, и там дают порционный сахар, а я чай пью без сахара. Там когда-то опять разогрались. Так вот, пью чай без сахара, если остаются пакетики, ну, может, Тёма не использовала. Я забираю с собой и тоже пересыпаю. Ну, почему нет? Почему нет? Если я за это заплатила, зачем оставлять? Тем более можно пересыпать дома. Также тут остался чай, который я брала с собой. Не выпили. Один пакетик, по-моему, только использовали. Тёма ещё кофе забрал, сказал, что неплохой. Вот. Короче говоря, в отеле, что можно взять так без ущерба, мы берём, например, вот несколько видов сахара. Тут есть коричневый, я так понимаю, и белый. А это мы забрали из хостела, где ночевали после того, как прилетели, чтобы потом пересесть на поезд в Ижевск. И с вами подсматриваем за пухом. А, всё, нас спалили. Вот он очень самостоятельный котик, он может сам с собой играть. Вот кот не такой. В детстве он не такой был, и сейчас не такой. А пух сам такой, всё сделал. Всё поиграл, сам развлекается. Извините, извините, простите. Играйте. Пух. Ну, вся шерсть летит, опять диван грязный. Я, кстати, думаю о том, чтобы заказать химчистку дивана. Потому что и шерсть там копится, и пятна уже какие-то видны. Мы несколько раз что-то туда проливали. В принципе, так издалека незаметно, но вблизи я понимаю, что пятна всё-таки есть. Всё, наигрался? Ну ладно. Продолжаю пополнять запасы сахара. Не знаю, странное это поведение, не странное. Напишите в комментариях, вы так делаете, забираете ли сахар из кафе, например. Ну вот заказали чай, не положили сахар. Я не имею в виду там набирать с собой там из баночки этот рафинад. А вот порциона, как дают сахар, вы забираете или нет? Я часто оставляла, потом решила, что буду забирать. Почему бы и нет? Ничего в этом страшного. И коричневый тоже решила сюда высыпать. Всё равно же сахар, всё равно одно и то же, просто цвет другой. Переместилась в ванную, сейчас буду раскладывать косметику и бутылочки. Заодно тут приберусь, потому что здесь уже, например, волосы скопились и пыль тоже нужно убрать. Ой, обожаю этот органайзер. Ещё раз заострю на неё внимание, я его купила в фикс прайсе за 200 или 250 рублей. Сейчас там такие же продаются, а этим я пользуюсь уже, наверное, ну больше года. Может быть даже ещё больше, может уже и два, я уже забыла. Вот здесь храню ватные диски палочки, тут всякие пинцеты, ножнички. Есть крабики, резинки. Очень функционально. Ещё классно, что с крышкой, так что пыль туда не попадает. Рекомендую от души. Там есть и серые, и белые, и, по-моему, даже чёрные. Ладно, давайте прибираться, а то я так никогда не разберусь. Надеюсь, что вам нравятся такие мини-распаковки. Мини, знаете, такие обзоры на то, что я беру с собой, как я это раскладываю. Честно, я сама люблю такое смотреть. Как всё приходит в порядок, как всё раскладывать по местам. Я вообще это очень сильно люблю. А, ещё вспомнила. В защиту того, что я своровала, приватизировала вот этот наборчик, для шитья. Хочу вам сказать, что у меня уже есть похожий наборчик. И он, смотрите, уже в каком состоянии. Вот этот набор я забрала из отеля из Екатеринбурга. Когда я ездила туда, когда училась ещё в университете, мы ездили с одногруппниками по обмену, так сказать, по обмену опытом. И просто посмотреть, как идут дела в американском консульстве. Потому что я училась на международных отношениях. И вот нам показывали работу изнутри. И вот нам сняли тогда отель. И я оттуда забрала вот этот наборчик. Он, конечно, не так круто выглядит, как этот. Ну, тоже, в принципе, функциональный. Вот и ниточка есть, и иголка, и даже пуговка. И я его забрала, знаете, когда? Так, наверное, год 13 или 14. То есть набор уже 10 лет. И вот спустя 10 лет я взяла новый. То есть не из каждого отеля я такое ворую. Так что не подумайте, что я такая хорошая. Так, ладно. Всё вот это нужно доставать. А, знаете, что ещё хотела вам рассказать? Вот очень-очень классный консилер. Вы, наверное, его уже видели 1500 раз. Я его видела, ну, честно, мне кажется, у каждой второй девушки. Там в инстаграме, в ютубе, где угодно. Очень многие хвалили. Я всегда думала, что это маркетинг, это реклама. Вот эта фирма. Это корейская, насколько я понимаю. И у этой фирмы есть несколько видов таких корректоров. BB, CC. Я взяла CC. Это от красных пятен. У меня есть купероз на коже, на лице. То есть видны венки и покраснения очень часто заметны. Я взяла на пробу маленький размер. Заказывала на La Moda. По-моему, больше 1000 отдала за 15 мл. Дороговато, да? Но, блин, это шикарный консилер. Он реально замазывает все покраснения. Знаете, причём, что интересно. Он и синяки замазывает, и покраснения. А ещё, знаете, вот он зелёный. Видно, не видно? Он зелёный, но после того, как вы размазываете его по коже, он подстраивается под цвет кожи. Не знаю, как так показать. У меня просто стойка для съёмок ещё находится в чемодане. Вот, вот смотрите. Он был зелёный. И всё. Он уже под кожу подстраивается. На лице, конечно, более привлекательно смотрится, чем на пальцах. Но я вообще от души вам рекомендую. Если вдруг у вас есть проблемы с покраснениями, вот классный BB крем. CC, вернее, крем. Я, наверное, если этот закончится, вернее, когда он закончится, я куплю себе побольше объёмчик. Пока тут прибиралась, вспомнила, что не показывала вам в покупках вот эти резиночки. По-моему, не показывала. Я их купила в прошлом году в Сенсее. Мне очень понравились. Они в такие букле, по-моему, называется ткань. Но я её барашком называю. Очень модные уже на протяжении многих лет. Мне понравилось, что они вообще не рвут волосы. Очень мягкие и стильно смотрятся. Там вообще в Сенсее много аксессуаров для волос. Так что также рекомендую присмотреться. Вот такой набор из трёх резинок стоил 199 рублей. Всё, кое-как от пыли я протёрла. Можно заполнять обратно. Очень удобная тут такая конструкция тумбочки. Кто-то у меня спрашивал, Надя, мол, ты где-то заказывала такую тумбочку. Нет, мы покупали в Леруа. Тут вот эти разделители уже были. Очень функционально всё хранится. Вот здесь у меня есть контейнер, тоже из фикс-прайса. Сейчас, кстати, похоже продаются наборами. Только стали намного дороже. Пухчик! Ну что ты там плачешь? Да? Ну что случилось? А? Ты что так залобно плачешь? Пух! На тебя внимание не обращают? Весь пыльный, грязный. Потому что сейчас с котом дрался, игрался. И почему-то ноет. А, кот просто спрятался повыше и пух его достать не может. Да? Не играет с тобой. Уборкой нужно, конечно, заниматься. Кошмар! Стойка пыли. Так, продолжаем. Контейнер, повторюсь, из фикс-прайса. Вот эта кисточка моя самая-самая лучшая тоже из фикс-прайса. Это для нанесения глиняных масок. Обожаю её. Тоже рекомендую. Стоит 79 рублей. До сих пор там продаётся. У меня тут ещё пилочка хранится. Вот там кисточки, которыми я не так часто пользуюсь. Здесь ночной крем. Показывала вам уже. Это дневной с SPF 50. Я сначала им пользовалась. Уже второй тюбик покупала. Сейчас перешла на вот этот. Стараюсь вообще всю косметику теперь брать одной фирмы. Ну, постараюсь, по крайней мере. Не знаю, как получится. Вот такую заказываю на Озоне. Рекомендовала мне косметолог. Поэтому вот решила пользоваться. Тут тоже SPF 50. Вот этот закончится. Буду переходить на этот. Ну и косметичка моя тоже. Опять бы там прибраться, конечно. Но я уже столько раз всё это перебирала. И понимаю, что в принципе там нет ничего, что я могу выбросить. Это по срокам годности там всё нормально. Просто там есть некоторые карандаши, например, которыми я пользуюсь только по праздникам. Ну, ведь тени. Вот у меня есть большой набор тенюшек. Ими никак часто пользуюсь. Хайлайтером пользуюсь часто. Контуринг вообще мне не нужен практически. Так что ни от чего я там избавиться уже не могу. Всё мне нужно. Ну и вот буквально минутки две я уже всё разложила, что мне нужно. Решила вот в этой косметичке. Она у меня, кстати, икеевская. Я заказывала в Яндекс.Маркете. Может быть, и до сих пор там продаётся. Здесь оставляю вещи, которые всегда должны быть под рукой именно в путешествии. Так что я оставляю здесь до следующей поездки. Ну, всякие гигиенические штучки, резинку. Вот этот органайзер разбирать не буду. Пусть лежит. Вот эти, кстати, органайзеры. У меня тоже из Фикс Прайса. Ему очень много лет. Сейчас, по-моему, таких не найти там. Ну и для Штеппус тоже тут лежит. И украшения ещё нужно убрать. Купила себе в Модисе вот такую подвеску. Надела один раз. Она вот развалилась. Надо как-то починить. Ну так очень даже красивая. Ну и вот это тоже разберу. И всё, в принципе. Знаю, как всегда, будут вопросы, найдя откуда косметичка. Я вам её показывала, наверное, раза три уже. Она у меня с Вайлдбери стоила 250 рублей или около 300. Если нужна ссылка, пишите в комментариях. Если она до сих пор в наличии, ссылку оставлю. И пока не забыла, хочу вам ещё вот такую милоту показать. И на у меня тут лежала, ждала своего часа. Я ей не пользовалась, пока не показала вам. Вот сейчас вам покажу, расскажу и буду пользоваться. Милейший просто крабик. Я его купила в Галамарте. Стоил, по-моему, 179 рублей. Живоусы какие-то есть. Я им не пользовалась просто. Волосок попал. Волосы и шерсть у нас тут везде. По-моему, 170 или 179. Или, может быть, даже дешевле. Уже не помню. Смотрите, какая милая композиция. Милая компания получается вместе с моей косметичкой. Там были ещё бежевые такие крабики. Ой, какие они мягкие. И чёрные. Так что, девчонки, если вдруг вам понравилось, а это сейчас именно такой формат крабика на пике популярности, забегайте в Галамарт. Уверена, вам тоже приглянется. Ну, ладно. Сколько бы я не оттягивала, сколько бы не разбирала другие вещи, чемоданы всё равно придётся распаковать. Ой, сколько сейчас времени на это, конечно, потрачу. Ну, ладно, не буду ныть. Давайте приступать. Для начала снимем плёнку. И потом покажу, что же у нас там в чемоданах. Ну, естественно, грязные вещи, грязное бельё не буду показывать. Покажу покупки. Итак, распаковка. Тут у меня точно не грязные вещи. Тут у меня покупки. Давайте покажу, что же мы привезли с собой из отпуска. Мои постоянные зрители знают, что я обожаю полотенца из H&M Home. У меня уже есть точно такие же в ванной комнате. Даже расцветка такая и текстура. Ну, то есть это один в один, как я покупала. Три, по-моему, три года назад, когда ещё H&M Home можно было заказывать в Россию. И я не могу теперь представить другие полотенца у нас дома. Вот сейчас, чтобы не быть голословной, прямо сейчас покажу. Вот, пожалуйста. У нас точно такие же полотенца сейчас висят в ванной комнате. Им уже почти три года. Они всё ещё неплохо выглядят. Но меня начали в последнее время смущать затяжки. Это у нас и от котов, и мы сами как-то затянули. Особенно это сильно видно на больших полотенцах. Затяжка, затяжка, затяжка. Розовые, в принципе, ещё неплохо выглядят. Но я уже не могла на это смотреть. Особенно плохо выглядят полотенца для ног. Вот их точно уже нужно менять. Совсем уже, знаете, ну не то. Даже уже рисунок стал плоский. Это, кстати, нужно всё кинуть в стирку. И большое полотенце тоже в стирку. Единственное, что я не буду менять, это полотенце для кота. Мы его даже дополнительно новые не покупали, потому что этим он пользуется только в тёплое время года. Да, всё оно в затяжках. Но, мне кажется, кот не против. Главное, чтобы его водили гулять. Вот эти старые полотенца. У нас два комплекта. То есть вот тут один комплект. И точно такой же ещё лежит в гардеробной. Я его отправлю на помойку. Шучу, конечно. Какая помойка? Нормально ещё полотенца. Я их предложу родственникам. Может быть, кому-то надо. Может быть, кто-то заберёт. Но уверена, что кому-то пригодится. И теперь вот точно такие же полотенца у нас будут. Хотя, знаете, мне сейчас кажется, что цвет отличается. Давайте сравним. Вот чистое полотенце из старых. И вот новый. Да, оттенок отличается. Но я не скажу, что я расстроилась. Это тоже красивый цвет. Ой, всё в затяжках. И это тоже красивый цвет. Да, он более холодный, более бледный. Но он нежнее смотрится, чем этот. И тоже хорошо сочетается с зелёным. А зелёный, по-моему, точно такой же. Так, это у нас отправляется к другим людям, кому я предложу. Итак, взяла два полотенца. Это для рук. Вот эти два полотенца у нас будут для ног. Здесь сразу вот комплект нам продаётся. Комплект из двух полотенец стоил 149. Так, умножаем на 2,5. Это будет где-то 300. 375. 375 за два полотенца. Вот эти, по-моему, тоже одно так стоит. Да, тоже 149. Итак, два вот таких классных текстурных полотенца. Вы бы знали, насколько они мягкие. Они так классно впитывают воду. Вы, наверное, если такими же пользуетесь, вы поймёте, почему я не хочу их ни на какие другие менять. Какие бы полотенца я не трогала. Ни в Икеа, ни в Зарахоум, ни в Кюхенленде, ни в Фамилии, там огромное количество различных полотенец. Ну, нету, нету никакой альтернативы, которая бы так запала мне в душу. Петельки есть. Если кого-то это волнует, знаю, что многие спрашивают всегда про петельки. Это хлопок, очень классный. Так, ладно. Дальше. Два полотенца точно таких же, как и розовое. Это тоже для рук. И два полотенца больших. Это для того, чтобы голову замотать. У меня волосы длинные. Ну, и после душа. Это самый большой размер. Дальше. Еще прошлась я по кухонным полотенцам. Я давно хотела себе вот именно такое. Нашла его. Очень приятное. Это, по-моему, лёнка. То, что в том H&M Home, где я была, не было точно такого же полотенца с красной полоской. Я бы тоже взяла. Была только вот с такой черно-серой. Дальше. Еще на кухне я взяла набор из трех полотенец. Здесь три вида полотенец. Вот в клеточку, в полоску. И вот в такую полосочку. Такой набор стоил 500. Но это 1250. Это уже стопроцентный хлопок. Очень классно будет смотреться на кухне. Вот весной достану именно их. И там была какая-то акция. Мне продавцы на английском все пытались объяснить. Я вроде поняла. Они сказали, что я, если наберу на определенную сумму, то будет большая скидка. Что там 15-20% на все покупки. И мне как раз там чуть-чуть не хватало. Я думаю, ну возьму еще один такой набор. Только уже в другом цвете. Камера неправильно передает. Вот это зеленый оттенок. Уже серо-черный. Вот я его взяла дополнительно, чтобы на скидку наскрепсти. Не знаю, буду ли я вот этим комплектом пользоваться. И так, в принципе, много кухонных полотенец напокупала. Может быть, даже просто перепродам на Авито. Может быть, даже чуть-чуть дороже, чем купила. Но я же все-таки это везла. Я старалась. Так что надо хоть какую-то выгоду с этого получить. Дальше еще одно полотенце. Да, я прям по полотенцам в этот раз прошлась очень сильно. Потому что люблю текстиль H&M Home. А сейчас, если покупать где-то в других местах, через перекупов, очень дорого получается. Жалко, что не было никаких таких, знаете, розовых полосочек. Ну, нежно-розовых. Или красных я бы взяла. А вот, кстати, о красных полосках я взяла. Вот такой наборчик. 399. Но это тысячу. Тысячу. Да, тысячу стоил такой набор. Это два полотенца. Нет, это не полотенца. Это сервировочные салфетки. То есть их стелят для того, чтобы засервировать. Обед, ужин, завтрак. Я взяла для того, чтобы использовать как кухонное полотенце. Тем более, размер какой, смотрите, красивый. А текстуры, девочки. Ну, я очень сильно люблю такие полотенца. H&M еще, что я там купила. Из одежды мне вообще в этот раз ничего не понравилось. Кроме вот такой футбол. Мне понравилось, что она укороченная. Тут материал как у толстого, кухуди. И стоила она 1200 где-то. 1250. Очень приятно. Я взяла в размере М, по-моему. Да, М. Для того, чтобы показать следующую покупку, я сначала покажу очки, которые я купила в H&M. В то время, когда он уходил у нас из России. Каждый раз, как только я появляюсь в этих очках в кадре, меня сразу спрашивают, Надя, где купить такие же. Такие красивые, удобные. Форма, кстати, универсальная. Мне кажется, она вообще всем пойдет. На мне сидит отлично. Именно такая форма. Обожаю. И я, когда поехала в H&M, решила, что если я такие же найду, я обязательно куплю. Точно таких же сейчас там нет. Но я зато нашла вот такие более-менее похожие. Да, вот эти более круглые. Но эти тоже классные сели. Я их примерила. Думаю, ну все, надо брать. Тем более, вот этим я так сильно дорожу. Не дай бог, что с ними случится. Мне трудно оправу подобрать, чтобы она мне шла. Мне кажется, такая проблема у многих есть. Так вот, я ими дорожу. Не дай бог, что-то с ними случится. Разобью, сломаю, поцарапаю. Вот будет у меня еще альтернатива, которая тоже, в принципе, мне нравится. Качество очков хорошее. Если носить в чехольчике, не ронять, не царапать, то, в принципе, прослужит долго. Повторюсь, ношу уже больше двух лет. Рекомендую. Чехольчик, даже уже не вспомню, где покупала. По-моему, в Модисе. Купила именно такой маленький, который плоский. Он, в принципе, защищает, но в основном не от поломок, а от царапин. Мне такого формата достаточно. Я знаю, что многие девочки носят в таких больших чехлах, которые жесткие, держат форму. Но они занимают так много места в сумочке, что для меня такой вариант не подходит. Я купила себе вот такой. И вот такая маленькая. Ой, вот сказала, что берегу, дорожу. И пожалуйста. Короче говоря, вот эти очки в данном чехле много места не занимают. И это мне нравится. Смотрите, ну совсем немножко места, в отличие от этих громоздких. Так, очки стоили. Так, где тут ценник-то? Как тут разобраться-то? Господи. Все, нашла. 399 умножаем на 2,5. Это где-то, ну, 1000 рублей за очки. Мне кажется, вполне себе адекватная цена. Тем более, качество хорошее. Так, дальше. Здесь нижнее белье Артему. Очень классные трусы в Ичиндеме. Вот решили взять. Я говорила брать больше, но ему там никакие больше рисунки не понравились. Также я была в Заре. Из одежды мне ничего не приглянулось. Цены там дичайшие. И я взяла только себе вот такой шоппер. Вы знаете, что шопперы я обожаю. У меня коллекция уже огромная. У меня шопперов больше, чем сумок. И вот этот мне понравился и формой, и цветом. Смотрите, какая, как будто бы ткань из переработанных тканей. Может быть, даже это так и есть. Стоил он, по-моему, ну, если на рубли, чуть меньше тысячи. Но он такой вместительный. За покупками ходить, мне кажется, полмагазина сюда поместится. Еще есть кармашек. Он не закрывается, но это шоппер. Шопперы обычно не закрываются. Еще в Заре я, конечно же, купила свои любимые духи. Обожаю их. Я не знаю, как еще что-то, какие-то выбрать другие. У меня есть несколько вариантов ароматов. Я ими пользуюсь, но я всегда возвращаюсь вот к этому. Не знаю, просто легла душа. Знаете, сколько уже лет я пользуюсь этим парфюмом? Это ньют-букет называется. Там, по-моему, с таким названием несколько видов. Я беру вот с персиковой крышкой. Я пользуюсь ими с 2020 года. Да, или 2021. Ой, не соврать бы, по-моему, с 2021. Вот. Повторюсь, у меня есть разные ароматы разных фирм. Их я тоже люблю, ими я тоже пользуюсь. Но вот эти, они универсальные. То есть, если я не знаю, какой аромат я сегодня хочу носить, я ношу этот. И вообще беспроигрышный вариант. Он цветочный, ненавязчивый, неприторный. Очень мне нравится. Чуть не забыла. Еще купила в H&M Home вот такие два плюца в виде цветочков. Стоили по 79. Так, умножаем опять на 2,5. Но без скидки такая тарелочка обошлась мне в 200 рублей. Со скидкой, по-моему, 15% еще дешевле. Там было несколько оттенков. Если были бы белые, я бы точно взяла. Но там были, по-моему, синие, бежевые. С каким-то таким темным подтоном. Я взяла только розовые. Ну, просто прелесть, да? На весну. Как красиво. Они продавались в комплекте с маленькими чашечками для кофе. Но мы в таком формате кофе не пьем. Я вообще кофе не пью. Артем предпочитает большие кружки. Поэтому я взяла только вот такие маленькие мисочки. Если были бы еще большие тарелки, я бы, конечно, тоже взяла. Но мне, в принципе, и так нравится. Я так красиво все разложила, чтобы фотографию в Instagram сделать. Чтобы показать, что я купила. Еще пока распаковывала чемодан, вспомнила, что не показала вам вот такую поясную сумочку. Которую я купила на Wildberries или на Азоне. Уже не помню. Ну, опять-таки, если нужна ссылка, напишите. Я оставлю. Сумочка прошла испытание отпуском. Классная, вместительная. Я вообще раньше такие сумочки не признавала вообще ни в какую. Потому что для меня это сумка продавца с рынка. По крайней мере, варианты, которые однотонные, какие-то громоздкие, бесформенные. Вот продавец с рынка с таким ходит. Или какой-нибудь, ну, не знаю. Не новый русский, они с борседками ходят. Ну, короче говоря, вы поняли. И вот эта сумочка, это первая такого формата у меня. Так сказать, на пробу купила. И я поняла, что действительно очень удобная. Я еще не решила, буду ли я ее носить вне отпуска. То есть, вне поездок. Все-таки формат для меня не очень привычный. Ладно, подумаю. Может быть, летом она мне еще пригодится. Так, для отпуска отлично. Когда нужно, чтобы все вещи, деньги, документы, телефон был при себе. Чтобы, ой, не переживать, что могут что-то украсть. Все, наконец-то я разобрала оба чемодана. Вот эта гора, от которой, мне кажется, стиральная машина сейчас начнет выходить куда-то в подъезд. Вот это надо все перестирать. Не знаю, за сколько дней я это сделаю. Да, очень много всего у нас получилось. Ну, и покупок, естественно, тоже. Брала я с собой несколько кепочек. В одной Артем ходил, я в другой. Вот такую шляпку я себе фамилию перед поездкой купила. Аркет называется фирма. Очень удобная. Стоила, по-моему, рублей 800. Еще в поездку, естественно, набрали солнцезащитное средство. Есть вот такой крем. Он мне понравился по эффективности. Действительно, защищает. Заказывала на Озоне и этот, и этот. Но вот в этом мне не понравилась текстура. Он такой плотный. То есть, его размазывать, это прям, знаете, тренировка для рук, чтобы его размазать равномерно. Очень он плотный. И после загара нанесили вот такое молочко. Оно легкое, легко наносится и увлажняет кожу. Также брали чехлы для того, чтобы можно было туда убрать телефон. И, конечно, я на море не езжу без круга. Не знаю, как другие. Но я вот в море, именно в соленой воде, без круга плавать не люблю. Я быстро устаю и от волн, и от качки, и от того, что мне соленая вода в лицо летит. Мне вообще не нравится. Я даже не могу представить, как люди в море ныряют. И глаза еще там открывают. И вот для того, чтобы я спокойно на волнах качалась и расслаблялась, чуть-чуть загорала, отдыхала, я беру с собой круг. Он много места не занимает. Вы видели, как его компактно можно упаковать. Также он стильно выглядит. И вот для взрослого человека весом чуть-чуть больше 60 кг вообще хорошо держит. Я его заказывала на Wildberries еще где-то осенью, по-моему. Ой, очень красивая расцветка. Не знаю, правда, есть они сейчас в наличии или нет. Но, конечно же, как обычно, если нужна ссылка, пишите в комментариях, я ссылку оставлю. И еще минуточка полезной информации. Вот ни на секунду, ни на секунду я еще ни разу не пожалела о том, что купила вот такой набор для путешествий в фикс-прайсе. Ему уже, не знаю даже сколько лет, но года 4, может быть, даже уже 5. Он очень старый. Жалко, жалко, что сейчас их не привозят. Я, по-моему, рублей вообще за 200 его покупала. Вот такие 4 корфа, 4 органайзера для одежды. Тут сверху сеточка, так что видно, что внутри находится. И есть вот такой пакетик без сеточки. Тут уже, конечно, не подсмотришь, что внутри, но можно сюда, например, нижнее белье убирать. Они очень вместительные. Вот, например, вот в одном органайзере поместилась вся одежда Артема, а он взял не то чтобы мало, но прилично. И все поместилось. В остальные, конечно же, распихивала я все свои наряды. Купальников у меня очень много было. Всякие накидки, вот еще, кстати, красивая накидка. Но она грязная, показывать не буду, потом постираю, продемонстрирую. Очень красивая, пляжная, хлопковая, носила с радостью. Не знаю, честно, как мы два чемодана на балкон поместим, потому что у нас там есть небольшой шкафчик, сделанный на заказ, и верхняя полка сделана под размер чемодана одного. Как второй туда запихать, не знаю. Друг в друга их не сложишь, потому что они одинакового практически размера. Но есть небольшой такой, опять, лайфхак. Можно хотя бы сэкономить место для хранения органайзеров. Я сейчас это вот все в один сложу. Это тоже туда упакую. И вот можно хранить вещи для путешествий, которые вам не часто нужны. Можно просто сложить в чемодан и использовать для хранения именно чемодан, потому что он же пустой внутри. Почему прободает место? Также помимо органайзеров туда отправится и круг, и вот эти чехольчики для телефона, и шляпка, и сумочка летняя, потому что сейчас она мне не нужна, пусть она лежит тут. Вот эту сумочку я покупала на Алиэкспресс, ее я вам уже в распаковке показывала, уверены мои зрители вспомнят. Также тут будет храниться упаковочная пленка, мы ею оборачиваем чемоданы, чтобы они не повредились. И вот аптечку я туда уберу, вот эту сумочку уберу, темину косметичку, вот эту для документов тоже туда, и сумку для путешествий, и рюкзак. Короче говоря, вот такое огромное количество вещей можно хранить в одном чемодане и сэкономить место. Ну все, наконец-то я закончила, заполнила этот чемодан органайзерами, рюкзак еще тут, круг, здесь решила сложить еще кепочки, сумка, и там внутрь шляпки запихала органайзеры для того, чтобы она меньше мялась. Все, этот чемодан можно отправлять на балкон. Итак, мы вернулись из ленты, вот наши покупки, потратили очень много денег, в конце озвучу всю сумму. Давайте начнем, что же мы купили. Во-первых, мы взяли рыбу, тут два стейка, вышло почти на 900 рублей. Они замороженные, так что можно будет долго хранить. Дальше, что еще из мяса взяли? Сосиски. Инди Лайт вообще эту фирму любим, поэтому часто покупаем. Еще взяли вот такие зразы, ну это кусковое мясо, тоже индейка. Люблю и запекать, и жарить такое, очень вкусно получается. Еще фарш покупаем для той же фирмы. Но если вы давно смотрите мои видео, вы точно об этом знаете. К сожалению, не было куриных голеней нормального срока годности, ну не замаринованных, то есть обычных. Поэтому я взяла вот маринованные. Тут 4 штучки, довольно крупные, на 181 рубль. Я думаю, что просто запеку их завтра на обед или ужин, и будет вкусно. Вообще, в Ленте очень классно маринуют мясо. Летом, например, мы берем шашлык, который уже замаринованный, и он очень вкусный. Это, по-моему, уже в третий раз покупаем такую колбасу. Если, опять-таки, смотрели мои предыдущие распаковки продуктов, вы знаете, от фирмы Йола. Действительно вкусная. Вот такая палочка вышла почти на 500 рублей. Дороговато, но зато состав неплохой и вкусно. С мясом закончили, переходим к овощам. Вот такие огурцы маленькие. Они, по-моему, самые адекватные там были, а остальные такие здоровенные, мясистые, причем очень мягкие. Поэтому я их не взяла, потому что я знаю, что они будут безвкусные. Один перчик вышел на 50 рублей. Хочу в салат порезать как и огурцы, так и помидоры туда. Обычные сливовидные помидоры очень вкусно пахли. Решила взять их. Они дорогие на 182 рубля, здесь 5 штук. Но они реально пахнут помидорами. Как будто бы у себя вырастили на огороде. Вот такие помидорки. Опять-таки постоянная покупка. 250 рублей, по-моему. Стоят вот такие коктейльные помидоры. Очень часто их покупаем, и они всегда вкусные. Вот это редкая, конечно, покупка. Не помню, когда в последний раз покупали клубнику. Обычно мы просто ждем сезон, и родители Артема дают нам клубнику. Но тут так она вкусно пахла. Как вы уже поняли, я на запах часто ориентируюсь. Очень вкусно пахла клубника. Стоило 400 рублей. Да, очень дорого. Но вот прям захотелось. Бананов на этот раз взяли немножко. 72 рубля за 3 штуки. И за 289. Большая упаковка зелени, которая сразу помытая. Я вообще люблю, когда не нужно возиться. Можно просто из пакета вот так поесть. Тут 3 вида зелени. Знаю, что дешевле купить отдельно вот эти кочерыжки. И зелень можно нарезать. Но опять-таки возиться. Время тратить не хочу. Следующая покупка. Это моя повторная. Я такую фасоль уже покупала. Она печеная и со сладким перцем. На завтрак идет вообще на ура. Очень вкусно и сытно. Тут, кстати, много белка. Так что, повторюсь, очень сытно получается. Идем с вами дальше. Вы знаете, если по акции я вижу наш любимый майонез, я, конечно же, его беру на этот раз. Заплатила то ли 160, то ли 150 рублей. Пусть лежит. У нас еще предыдущая пачка не закончилась. Но это точно будем тоже потом пользоваться. По молочке прошлась, как обычно. В последнее время часто ее ем. Но раньше я брала только сладкие. Вы, наверное, вспомните, на этот раз я взяла несколько несладких вариантов молочки. Например, мягкий творог 5%. Одну бутылочку Теоса взяла. Эпику. Она без сахара. Тоже много белка. Очень вкусный, приятный йогурт. Можно даже как заправку использовать для овощных салатов. Ну, или можно, например, куриную грудку. Вместо майонеза намазать йогуртом таким, специями. Можно даже горчицы добавить. Будет вкусно. Вот такие еще йогурты. Ну, тоже, наверное, узнаете, если давно смотрите. Вот этот творожок. Я, кстати, у этой фирмы эту серию творожков пробовала все, по-моему. Сколько их там? Три или четыре. Может, даже больше. Может, я не все нашла. Но вот этот мне больше всего понравился. Самый нежный. И с мариной вообще пахнет приятно. Еще Эпика с вишней и с клубникой. Если вообще выбирать самый любимый йогурт из всех, которые я вам показала, это вот этот вишневый. Еще из молочки сыр. Думаю, тоже узнаете. Довольно часто я выберу. Для себя покупаю именно вот такой легкий. Тут меньше калорий. А для Артема чаще всего берем желтый. Как вы поняли, я тут подсела на фруктовые пюрешки. Стараюсь поменьше есть сахара, отучать организм от этого. И покупаю фруктовое пюре детское. Знаете, вот такую одну штучку съел. И как будто бы съел пару долек сладкого чего-нибудь, шоколада, например. И вот я сегодня разошлась. Купила много-много-много разных вкусов. Я уже все эти пробовала. Не люблю, кстати, фруктовые пюрешки. Там, где есть творог или какая-то молочка. И еще с печеньем. И со злаками не беру. Вот где только фрукты и ягоды, такие предпочитаю. Дальше для Артема несколько сырков. Ой, этот раздавился полностью. С бананом и с вареной сгущёнкой. Это его самые любимые. Конечно же, обожаемый мой паштет куриный. Две пачки взяла по 130 рублей. Вот эта покупка очень необычная. Я проходила мимо распродажного отдела. И увидела вот такие формочки для приготовления сосисок. Сейчас вам их покажу. Вообще, спонтанная покупка. Я, наверное, больше на стоимость повелась. Ну и, в принципе, можно делать дома сосиски. Своими руками вот в таком необычном формате. Это силиконовая формочка. Я так понимаю, можно их начинять чем угодно. Любыми видами мяса. Можно овощные даже делать. Ну, смешивать и запекать. Можно в духовке, а можно в микроволновке. Вот как написано. Можно мыть посудомойки. Так что вообще удобно. И знаете, сколько эта штучка стоила? Она стоила 69 рублей. Поэтому, видимо, я и повелась. Хотя, в принципе, штучка полезная. Я надеюсь, мне пригодится. Так, дальше. Это необычная покупка. Я в последнее время редко ем овсяную кашу. В одно время ее переела. А сейчас увидела вот такие порционные. Да еще и без сахара. Ну, и состав у них хороший. Решила попробовать. Взяла с яблоком и медом. И с малиной. Попробую. Если понравится, куплю еще. Если нет, то ладно. В принципе, они недорогие. Рублей, по-моему, по 30. Повторная покупка кешью. 80 рублей за такую пачку. Вполне себе неплохо. И они вкусные. Дальше. Авокадо две штучки. Лимон. Так, он вышел на 12 рублей. Так, это все уже показывала. Прокладки взяла. На этот раз вот такие ночные. Прям на 6 капель. Девочки поймут, для чего такие нужны. Чтобы, как говорится, от сих до сих все было прикрыто. Извините уже за подробности. Но вот такие иногда пригождаются. Дальше. Вот это впервые покупаю. Это попкорн для микроволновки со вкусом сыра. Хотела соленый, но соленого не было. Вообще, странно, что в Ленте, в таком большом магазине, было только два вида подобного попкорна. С сыром и сладко-соленый. Ну, вот я выбрала такой. И дальше. Тут у меня идут полезные сладости. Тут нет сахара. Такой мармелад со вкусом барбариса. И шоколадка. Яблоко. Орехи. Яблоко-фундук. Это я купила, чтобы мы поехали в гости к Теминым родителям. И поели вкусненького с чаем, но без сахара. Чтобы было полезно. Итак, насколько у нас это все вышло. А все вышло. Сейчас вот покажу чек. Наверное, вы не ожидаете такой суммы. Вышло на 8700 почти. Как думаете, дорого или недорого, пишите в комментариях. А то мне обычно пишут, что, мол, какие-то ты странные продукты покупаешь. Они не могут столько стоить. Зачем ты вообще какие-то только перекусы берешь, видимо, имеется в виду йогурт. Я вам уже как-то объясняла, почему у меня обычно в покупках нет огромного количества мяса. Ну, потому что мы мясо не едим. Мы покупаем вот курочку или индейку. Нам этого хватает там раз в неделю купить пару упаковок. Мы, в принципе, наедаемся. Я также делаю котлеты из фарша, потом замораживаю и использую их. Я вам их просто не показываю. Они у нас есть в морозилке. Также тут нет никаких круп или макарон, потому что у нас есть запас. Я не вижу смысла каждый раз это показывать и покупать. Если у нас есть запас, то в покупках их, естественно, не будет.